Да, у G все свои игры остальные проиграют, что теоретически возможно, теоретически, то Vega могут выйти на переигровки. В данный момент у Na'Vi 4.0, у G4.2, соответственно, если там все игры начнут, ребята, резко проигрывать, то в таком случае, да, у Vega будут появляться призрачные шансы на переигровки или даже на выход на турнир. На мой взгляд, вполне реально, что много матчей могут проиграть и Na'Vi, и OG. Тоже стабильности эти команды такой хорошей не показывают, на мой взгляд. Все-таки у Na'Vi после того, как они отобрались на два минора, пошел спад, и они на минорах оказались без очков. То есть фактически разница между тем, что не отобраться совсем, а отобраться и уехать с нулем, она только в том, что у тебя еще и минус мораль такая достаточно серьезная. Ну, слушай, пока Na'Vi на Dream League неплохо играют. То есть Vega 2.0 бы играли, Empire 2.0, но это СНГ команда. То есть дальше у нас будут Liquid, будут Secret, там будет немножко труднее. Сегодня мы еще посмотрим после этого матча за MitorFit командой против команды VP. Тоже будет интересно, MitorFit такой вот коллектив очень интересный. Со многими известными игроками. Там тот же Temada, тот же Cancel, тот же Vija. За ними будем наблюдать. Ладно, давай переходить полностью к этой игре. Тут уже стадия драфта подходит к своему завершению. Появляется еще сверху к тому, что ты сказал. Life Stealer и Lone Druid для Vega и Secret банится Tate Hunter. От Secret считают они, что пак пойдет точно на позицию Solomit. Ну, такая инфест-бомба от Vega. Вообще, как-то в этом патче, я сколько ни смотрю игр, Life Stealer выглядит очень и очень грозно. Уж не знаю, с чем это связано. Вроде как, не сказать, что этот герой претерпел какие-то ключевые изменения. Но, возможно, как раз-таки он подходит идеально для того, что сейчас есть в доте. А это, прежде всего, очень такой сильный лайнинг. Тебе нужен сильный лайнинг для того, чтобы хорошо играть. И Life Stealer на линии герой достаточно неприятный. Ему нужно вначале немножечко помочь, возможно. И такие саппорты, как Bane Night Stalker, с этим точно справятся. А вот дальше он заходит отлично. И он великолепно дерется против таких героев с точки зрения их статов, как Spirit Breaker, Kentower и Lone Druid с его медведем. Но вот с точки зрения того, что у Kentower есть Tempeed, и он убегает с точки зрения того, что Spirit Breaker пробивает Rage своими сплами, и есть еще и Корни у Мишки, уже несколько неприятнее становится играть Life Stealer. Но сейчас посмотрим, что доберут. Все-таки нельзя забывать, что здесь не просто Life Stealer, а Infest Bomb. Поэтому все вот эти вот минусы, они очень сильно нивелируются. Последний бан. Не хватает явно... Я бы сказал, что не хватает... Суппорта, но мы знаем, что у Секретов Zews может быть на суппорте. И скорее всего так и будет даже. Ебзору отдадут и возьмут себе мидера в конце. Ну и тем более это логично. Брать на последний пик, на закрывающий пик мидера, видя всю ситуацию на карте. Ну да, взявся, есть очень приятный талант на опыт на уровень 10. Ты начинаешь очень сильно буститься по уровню, что весьма приятно для саппорта. Ну и очень мало времени остается у Зайца. Он добирает Templar Assassin, героя, который претерпел изменения дважды. Были там микропатчи, были изменения. Там парку пытаются вернуть в дот, чтобы она появлялась немножко чаще. Теперь у нас ловушки наносят урон. С уровнем 18 урон достаточно серьезный. Такой полноценный нюх получается. Ну и таланты в целом немножко доусилены. Поэтому будем смотреть за вот этой новой Templarкой, как она будет работать сейчас. Потому что раньше ловушки исключительно замедляли, давали вижн, теперь они еще наносят солидный урон. Ну и как раз вот теперь уже пак точно не мид. Понимают это Сикреты и могут забрать закрывающий пик. Это Деспрофит, который великолепно заходит против Templarки. Да, здесь они все сделали, конечно, классно. Тем более, что Саппорт Зевс у них довольно сильный получается. Но давайте сейчас посмотрим за реализацией. И уже тогда сделаем выводы, насколько Саппорт Зевс в этой мете силен. Да, и обзор на Зевсе, Пупея на Спирит Брейкере. Мы видим, Afterlife будут на паке стоять на сложной линии. И в целом у нас образуется NFS-бомба и с паком, и с Templarкой. Даже с Templarкой может быть в какой-то степени приятнее. Templarка всегда прыгает реально вперед. Хочет драться, и с Лайфстилером это можно делать еще быстрее. Там тому же Зевсу может не поздоровиться. Там уже Ландруиду тоже не факт, что он сможет выжить. Рейдж нажимает на Икс и начинает бить тебя руками и бить очень быстро. Да даже Мидуана в теории можно будет быстро убивать. Он не успеет нажать сифона, и ты его просто в секунду испопилишь. Поэтому вот такая вот агрессивная комбинация как Лайфстилер Тэмпларк и как Лайфстилер Пак может сработать. Да, стоит отметить, что в этом патче, не знаю какая будет сборка, но добавлен очень сильный артефакт как раз против Death Prophet Nullifier, который не позволяет ей уходить в Юл, если ее начинают фокусить. Это Nullifier, если его соберет, допустим, Алоха, а Nullifier часто появляется на таких персонажах, как вот как раз Лайфстилер. Он, конечно, дорогой, безусловно, но он и очень сильный. То есть, скажем, Nullifier плюс Silence это практически полная контра. Да и опять же, Death Prophet сильно тем, что она кидала сифоны, поднимала себя в Юл, за это время что-то смогла сделать. Сейчас, если она успеет поднять себя в Юл, Nullifier это Dispel, если она не успеет, то Nullifier не даст ей вообще такой возможности. Ну, короче говоря, этот артефакт, он даже жестче, чем предыдущий Диффуз, потому что от Диффуза можно было хотя бы подняться после. Но как-то отметил, что все же Диффуза стоит намного дешевле, чем Nullifier. Nullifier артефакт серьезно, так и на мид-лейт-гейм. Правда, он дает урона много, то есть сейчас артефактов на урон не так много осталось, но вот Nullifier это такое рабочее решение, если тебе нужно много урона, получить стадии мид-лейт-гейма. Еще такие вот приятные эффекты от Dispel. Ну, 300 на 4700, то есть разница может быть еще не такая, ну хотя весомая все равно, но самое главное это то, что Nullifier очень тяжело собрать, вот именно нужно сразу кучу денег на Сакран. Это самое неприятное. Но он стоит своих денег в данной ситуации уж точно, и я думаю, он должен появиться. Что будет делать против этого мид-уан? Ну, очень тяжело сказать. Очень хорошо работает вот против таких героев, у нас как раз была игра на Кэптэнс Драфте, тролль со своим новым талантом на батл-трансе, который дает легкий диспо, поэтому героев... Смотри за Медведем. Тут очень интересный момент, это на такой минуте, а игра еще началась, это может быть серьезный фит. И Медведя забирают, и забирают его Лайфстиллер. Плюс 300. Очень, очень, очень много опыта. Это грубейшая ошибка, так вообще нельзя делать в никаком случае. И сейчас остается и без Медведя, и отдает буст, буст солидный. Да, сразу все герои получили половину уровня. Действительно, это очень много. Я думаю, что здесь... Стоит играть аккуратнее, определенно. Сейчас за героев, там за варды можно получить много, за героев не так много, но вот отдав Медведя... Да, этим нужно пользоваться, но Секреты, в общем-то, Секреты нападают сейчас на Года. Ну, а тут выходит и Заяц, и Слеер, уже, возможно, контратака, пока легкая. Хотя Слееру очень больно, посмотрите, сколько много урона выдает один лишь Зевс, Сформ, и обзор получает First Blood. Вот так вот. Да, Зевс на первых минутах, Hard Lightning имеет маленький кулдаун, очень много урона вносят, и немного не рассчитали. Спасли, конечно, Года, который прокачал, понятное дело, Upside Blades на центре. Но вот не смогли спасти Слеера. Разгон на Зайца, Спиртбрекер уже здесь выходит со спины неожиданно. Год пытается хоть что-то делать, у Зайца есть Найтмар, будет лидовать его, дает в себя. Убирает Слип и убегает. Упей делает телепорт на базу, сбить его, разумеется, никто не может. Ну, если Лидуаном уже атака, появляется Рефракшн, можно пойти под башню, потанковать, заканчивать действие Рефракшна. Год, надо ударить урона, то у Года много, но Год застревает, его закрывает крип! Ай-яй-яй, это просто фейл года, века, ну это, конечно, жесть. Это настолько неприятно, вот этот крип один тебе закрыл, и всё. Ты не будешь использовать 100 танго, да у тебя их и нет, чтобы прорубить себе как-то проход, и погибает Год. Хотя сам должен был делать убийство на Мидуане. 2-0 в поле Сикрет. С тем, что это фейл года, я думаю, поспорить очень-очень тяжело. Но вообще, вот какая-то игра опять начинается у нас. Немного там не рассчитали, немного тут не рассчитали. Вот у нас уже закрывает крип. Очень странная ситуация. Пока что Сикреты, конечно, вот если не считать фит Медведем, то вынесли из этого больше. Но опять же, фит Медведем нельзя не считать, поэтому у нас абсолютно обоюдная игра ошибок идёт. Медведь, кстати говоря, занимает позицию против Лайфстиллера, сюда уже бежит Спирит Брейкер. Мид немножечко у нас вышел из-под такого тотального контроля. Так, вот Алоха включает Рейдж. Пока нет Баши, поэтому трудно как-то контролировать Лайфстиллера, нормально пытаться его там надеяться на Баши и убить. Но вот уходит Зевс, Рейджа нет, Лайфстиллер больно. Правда, и Медведь пока без корней, но этого хватает. Разгон от Спирит Брейкера под башню можно танковать, на этот раз дать Бэйн не успеет, да ещё и сам погибнет. Да, Бэйн отсюда просто не уйдёт. Его Медведем очень круто в этой стопе Тейс, и это ещё два убийства. Заяц играет до конца, убивает Медведя и, в принципе, оказывается в огромном плюсе. И мы помним, что герои там до 5 уровня, они очень мало стоят, и Бэйн получил 300, да и опыт, опять же. Опыта много. Два Медведя за 3 минуты это сильно. Заяц превратил серьёзный фейл, вот это подключение, в своё преимущество, потому что Медведь явно стоил больше, чем фраг на Зайца. Находят Найт Сталкера, Найт Сталкер замедляет Зевса, здесь же Бэйн, Бэйн с полной маной, есть Найт Мар, но вряд ли будет слипать кого-то. Да, это не очень круто здесь. 4-0 пока что Сикрет ведут так или иначе, но я бы сказал 4-2, всё-таки два Медведя у нас было убито, за них получили достаточно много. Разгон на Год, от Спиртбрекера выходит, Евзор выходит в Медван, Бутли какая-то помощь, помощь пока не вижу, смещается вот так вот очень, очень медленно сюда Бэйн, но Год при этом всё равно живёт. Есть у него фэрифайр, он даже его не использовал, потратил действие рефракшн и уходит на базу. Сифон не работает, о, не сифон, рефракшн не работает против сифона вообще. Это вот как раз сила ласт пика, насколько тяжело будет Году на линии. Но он, конечно, будет подниматься потом достаточно быстро на эншентах и пока что ещё не так сильно проседает, но для гангов он очень сильный уязвим. Вот он рефракшн, а вот его нету. Ну, Медван, правда, сейчас может умереть. Боже мой, ещё и получает от рефракшна. Очень жёстко, от пси-блэйдов. Вернее, да, здесь погнался очень странный Медван так вот. Забыл про то, что его хп могут кончиться. В этот момент выход на топ. Наступает ночь, эйс, пак, подключается к этой атаке. Если у Мишки Сэвэдж Рор, Сэвэдж Рора нет. Эйс пытается просто пробежать в кустах, но и сталкер взлетает. Всё ещё нет Сэвэдж Рора, забирают эйса. Отличный выход от веги. Они размачивают счёт. В этот момент нападение на коды на центральной линии. Год получает баш. Есть фэрифайр, всё в порядке. Фэрифайр нажимает, больше баши нет. Сюда приходит Зайд, задаёт Найтмар и Год отправляет домой. Надо набрать здоровье и маны. У него вообще ничего нет. Тут Кентавр смотрит 30 хп. Тоже уходит назад. Ждут ребята появления шрайна. Нужно быть аккуратнее сейчас, не фармить здесь крипов, потому что это может быть реально сейчас просто смертельным моментом. Просто попытка сделать стаки. Делается стак лишь один. Ну и подшираем. Сейчас всё можно будет и подфармить, и себя ещё и восстановить. В придачу приятно. Ну и пока равная ситуация. Мы видим и по крипстатам всё неплохо, и по общему золоту. 4-1 вроде бы ведут секреты, но потери двух медведей, да и вот эти вот фраги на ранних минутах очень мало дают. Поэтому пока что без особого преимущества. Ну интересно здесь, конечно, посмотреть на игру в мидгейме, в лейтгейме даже, потому что очень интересные комбинации и герои. Всё может быть буквально за секунду. Там хороший стомб Кентавра, нападение на Года. Тут на Года атака, смотри. До этого был сифон, теперь разгон. Заяц пока стоит в дизейбле. Есть найтмарнадос профит. Заяц пытается просто уйти. Здесь же находится уже слейер и afterlife. Полетел арба, арба прокаченная в 2. Мидвам получает силенс и погибает. Мидвам могут быть трудности упупить. Пупей чарж и успевает уйти на топ без проблем. Но в целом хочу отметить наличие стаков. Их много. Слушай, а Пупей решил остановиться, забрать руну. Жадничный не стоит и, конечно, делать. Пупей без чаржа, он погибает. Не стоило того. Эти 50 золота абсолютно. И Пупей погиб. Ну Пупей открывает счёт. Открывает бутылку шампанского, может быть. Последний раз, когда я видел Пупей на спиритбрекере, это было 2.17. И он только и занимался тем, что вбегал и тут же погибал. Интересно, как будет в этой игре. Ну, пока что он чемпион мира по пробежкам. Он постоянно бегает. Для спиритбрекера это, конечно, хорошая черта. Ну и не так много умирает пока что. Но судя по этой игре, здесь будет очень много фрагов. И она будет такая же сумбурная. Заяц под аркан руной. Заслипал Купея. Ну просто постоянный размен с пылами. Постоянный размен маной. Все друг в друга кастуют. И обзор ещё и варда просвечивает. Но это, кстати, очень хороший размен. Потому что свеженький вард, 100 монет и ещё и 100 опыта получает за этот вард. Это очень хорошая черта саппорт Зевса. Он как раз может очень много золота экономить. На вардах выход на мид 2. Спиритбрекер уже побежал. Мид 1 очень больно. Отлично. Рассказ от пака. Мид 1. Мид 1 всё ещё жив. Сифон работает. Нет, Мид 1 погибает. Но погибает и пак. Поэтому размен пока что равный. Игра продолжается. Афтерлайв хотел двух зайцев убить. Он решил идти просто на обзор в атаку. И по сути он Деспрофит не дал свой рифт. Рифт всё-таки это не только Сайланс, но и никакой урон. И с учетом от него, в общем-то, и был наказан. Пак погибает. Афтерлайв моментально ставит паузу. Девайт из игры. Надеюсь, что всё у него в порядке. То есть, всякая небольшая ошибка произошла. Он просто решил убить и того, и другого. И вот за этого и погиб. Первая смерть для пака. Не очень это и приятно. Размен, конечно, хороший. Но мог бы быть и получше. Какая шикарная команда Вега. Вот с точки зрения никнеймов. Можно говорить, что это была ошибка года. Можно говорить, что пытался убить двух зайцев. Даже не знаю, что ещё. Алоха в команде играет. Тоже классная. Просто команда мечты, на самом деле. Топ-1 следующего интернешнала. Ставь плюс, сочетаешь именно так. Почему бы и нет. Осталось только... Ну, все мажоры ещё впереди. В принципе, на миноры можно махнуть рукой. Они дают гораздо меньше очков. Если выиграть что-то на мажорах, будет прикольно. Мы убедились за последние... Ну, посмотрите на таблицу, собственно говоря. Насколько сильно бустят мажоры. И, как правило... Не как правило, а календарь сделан именно так, что... Мажоров больше под конец года. Там в конце три. Причём последний из них вообще самый такой знаковый. Он будет реально решать всё. То есть, этот мажор, который больше всего будет давать квалификационных очков, он будет изменять всё. То есть, там, команда, которая была на первом месте, может там выйти сразу на третье или на четвёртое. То есть, там очень много получит первое место. Прям реально. Там команда, которая занимала топ-10, может выйти на топ-7. И получить инвайт на интернешнл. Это реально круто, что Вэл взяла именно так. Что такой вот крупный турнир на полтора миллиона оставили один из последних. Это будет ПГЛ-мейджор, как я понимаю. Я все правильно помню. Но по минорам я уже понял, что можно реально не посетить там условно три минора, съездить на один мейджор, выиграть мейджор как те же ВП и занять первую позицию в таблице. Тут такой момент, что может быть в конце года такая ситуация, что как раз будет равная ситуация по итогам мажоров, а миноры позволят команде лишних 300 очков набрать и за счёт этого поехать. То есть, в принципе, если... Ну, миноры тоже, они в копилку идут очень-очень неплохо. Но вообще, да. В любом случае, в этом году есть хотя бы какая-то система. Какая бы она ни была, это лучше, чем отсутствие системы, как все годы до этого. И вопросы, и круглые глаза, и команд, и комментаторов. Почему кого-то там не позвали. Теперь всё будет предельно ясно. Я думаю, что эта система ещё будет как-то изменяться. То есть, она ещё не финальная, потому что мы видим, что много у неё есть минусов. То есть, что вот эти турниры, их огромное количество, что много квалификаций. Может быть, как-то турниров станет меньше. Не знаю, не знаю. Вот эта система, она пока не совсем меня радует. Хотя, действительно, это вот путь в развитие доты. Профессиональные доты. Особенно развитие Южной Америки. Потому что раньше ребята вообще не ездили на турниры, вообще не лутали ничего. А теперь, по факту, тебе каждый турнир какая-то южноамериканская команда, которая, скорее всего, при старости имя никуда бы не ездила, имеет шанс получить и очки, ну и, что самое главное, ещё и призовой фонд. Какой-никакой. Там оторвать кусочек маленький от пирога. Да, мы... Это ещё и очень сильно. На самом деле, кроме шуток, снизило вообще вероятность и сам факт какого-то 3-2-2 в этом регионе. Потому что раньше, ну вот именно команды из Южной Америки славились тем, что они попадут на какую-нибудь квалификацию, там что-то зальют. Сейчас, когда у них своя квалификация, это шанс поехать, это шанс показать, там... Ты гораздо больше можешь заработать, если тебя какой-то спонсор заметит, или если ты что-то выиграешь. Да по факту, Вова, учитывая Южную Америку, что там довольно-таки слабый регион, мы можем с тобой переезжать в Южную Америку, брать форса, взять ещё кого-то, создавать команду, садиться в буткэмп. Я не знаю, почему так до сих пор не делают. То есть ты берёшь условную тир-2 команду любого региона, там типа Европы, СНГ, переезжаешь в Южную Америку, там платишь, соответственно, деньги, чтобы там можно было жить, там где-то в коробке, и, в общем, выигрываешь все квалификации, едешь на турниры. Я не знаю, почему это не сделали. То есть как Na'Vi и US были, да, сделать Na'Vi Южная Америка. И всё, и Na'Vi будут всегда в финале квалификации выигрывать там. Но почему-то пока так не делают, и ты не переезжай от команды, например, в другой регион. Ну, наверное, это слишком трудно, Ну, Immortals сделали, только они перепутали Северную и Южную Америку, и потеют теперь в Северной. Видимо, не понимаю, почему так сложно, хотя должно было быть легко, но вот они, да, попутали. Хотя, на самом деле, глядя на игру Минески, мне кажется, Immortals тоже себе только облегчили ситуацию, потому что в Северной Америке сейчас всё не так гладко, а все регионы Минески просто не дают никаких шансов. Внизу небольшая была драка, Кентавара попытались убить, не получилось, уже готовится к контратаке. Выходит Пупей, недалеко он выходит, хоть и имелся стампит, но ребята решили не идти до конца. Честно говоря, я удивлен, был уверен, что Кентавар побежит, выдаст танчик, пытаются убить. Но этого не произошло. Да, мне очень нравится игра этих команд. Ты видишь, если кто-то выживает, то ты понимаешь прекрасно, что это не значит, что он пойдёт на фонтан, а что тут же пойдёт контратака сразу же. Ага, на меня потратили с пылы, я не умер. Надо бежать обратно, или на тиммейты тем более. И такие герои ещё как раз, которые очень быстро переходят в наступление. Кентавар, Спиридбрекер, Найт Сталкер, Пак, очень неплохо цепляют. Поэтому здесь, я думаю, всю игру так будет. Выходит на мид и пошёл под пуш. Неплохо было отойти, на самом деле, от вышки, но скорее здесь ставят задачу даже не столько подпушить, хотя подпушить тоже, но при этом ещё и поймать кого-то на перетяжке. Ну потому что вышить гораздо выгоднее одному. Брони у вышки гораздо меньше. Заметили Зайца. Зайц получается сифон, сюда выходит ещё и Слэр, по-первых, сгоняется на Бен. Не лучшая цель, всё-таки Брайнсап 3 даст о себе знать, Зайц должен его дать, Брайнсап кастуется, стоит Дримкоил, на Пупея на Мидуане, Мидуан пытается до конца забрать башню, сюда делает телепорт ещё Алоха Дэнс. Башня стоит на 53 хп, можно её будет заденать спокойно, Мидуан остаётся без ультимейта, но на Стампиде спокойно уходит, и башня в итоге денаится, Тамплар Ассасин. Вот так вот. Да. В итоге могли забрать вышку, могли убить кого-то, но попытались сделать то и другое, вышку с Дэнайли, потеряли одного из своих героев, но при этом Мишка на верхней линии очень неплохо разминает. Делает себе Рейденс. Медведь через Рейденс у нас будет. Старый, добрый. Интересно, что возьмёт по талантам, и как вообще это будет выглядеть, когда интангл без перезарядки. Savage Roar. Ой, как хорошо сыграл. Медведя, конечно, отдаст, но... Плюс 300. Легчайшее. Для Найт Сталкера. Ну, здесь он либо Медведя отдавал, либо сам погибал. Не знаю, что даже лучше. Медведь реально сейчас очень много даёт, до сих пор Медведя слишком много даёт. Ну да, Лундрыд, понятное дело, если я поумер, было бы печальнее, он пока фармит себе свой радианс, да, после Медаса. На центре. На года разгон вот так вот глубоко идут. Слушай, ну, башпрок, Этсворм есть, ультимейт и год. Как же вовремя рефракшн нажимает. И всё, года не убили. Ну, вот Заяц не факт, что выживет, хотя Дрем Койл, Сайллс по двоим, Заяц нажал Брейнсап, и падает Дэспрофит, падает Спиритбрейкер. Снова жадно, жадно шли на Т2, шли на риск, и год смог выиграть в этой ситуации, нажать рефракшн, и контратака уже от других игроков не заставила себя ждать. Минус 2 в пользу Вега. Да, ну и Сикреты, конечно, уже совсем обнагляли, у них не получилось в прошлый раз, они решили пойти вообще под Тер-2. По-моему, они немного теряют связь с реальностью. Ощущение, когда можно пойти действительно задайвить, когда нет. Потому что и в прошлый раз у них было очень... Вот как раз прошлую игру они так и проиграли. И здесь. Ну вот, посмотри на Фату. Сколько у него ХП осталось. Просто 20 ХП. А если бы кто-то был рядом? Выход сейчас на Эйса. Но здесь только один Слеер, и возможно даже он здесь пострадает, хотя подтягивает спак. Найт Сталкер, полет, баш, есть стики, есть урна, нет. В принципе, у Веги то же самое. Да. Но здесь Найт Сталкер все-таки он разведку территории проводил. И нужно понимать, что он не ожидал увидеть так много соперников. Интересная игра. Необычная такая. Как в общем и в целом эта встреча, что первая, что вторая карта. И правда, вот такие вот они необычные. Другому их не назвать. Алоха на топе. Armlet Faceboots. Дальше выход с Сенжиан Вияшу. Ну, здесь ему никто не мешает пока фармить. Вообще Алоха вне игры. Одна смерть и все. Больше ничего нет. В офсайде. Хотя вроде как есть потенциал. У Templar Assassin, а у Templar Assassin Blink Dagger. Где же он? Где же он? Его нет пока. Я понял. Ну вот, видимо, пока что поэтому Алоха и вне игры. Ну, как и в прошлой игре. В принципе, он тоже был долгое время вне игры, а потом всех убил. На антимаге. Здесь, на лайфстилере, тоже хороший шанс это сделал, учитывая, какой пиф у него. Авторлайн. Нашли. Hunter in the Night, Silence. Silence очень долгий. Все-таки ночь на дворе еще и Заяц. Здесь два телепорта есть. Но в принципе, я думаю, что ребята могут повоевать. Алоха на развороте нужно бить. Заяц просит о помощи. Мидуан. И Сифон успеет летать. Да, Сифоны пошли. И до свидания, видимо, Алоха и Слеер. Слеер не убегает. Алоха попытка взял телепорт. Игра армлетом не получает. Слишком трудно. Слишком много тут урона. За это решает побиться с рейнджовым крипом. Но он уже никуда не уходил. Этот рейнджовый крип его преследовал. И ловит ульту от Спиритбрейкера. Япсер забирает фраг. Три в ноль размен... Три в один, извиняюсь. Кентавр все-таки погиб в начале. Но отплатили за этого кентавра. Очень неплохо. Да, такая очень жесткая агрессия. Бесшабашная от команд. Абсолютно равная игра. Но я бы сказал, что сейчас для Сикретов все получше. Все-таки у них медведь, который жадно копит на Рэддианс. И им нужно сейчас терпеть. А они не то, чтобы не терпят, они позволяют себе вот такие вот вещи. Сайланс на кентавра. Но врыв входа. Есть шрайн. Драка прямо под шрайном. Пак закидывает свою арбу. У медвана нет ультимейта. У медвана нету зарядов на сифон. Но медван при этом имеет все шансы уйти. Да, медван убегает. При этом забирают годы. Подключается. Здесь есть отличный разбег от Пупея. Пупея станет двоих. Алоха вгрызается в Фату. Фата должен погибать. Фата дает стан. Севедж Рожен. Алоха все это время пробегал в рейдже. Все в молоко спустили. Все спалы игроки Сикретт. Правда, медведь был близок к тому, чтобы улететь. Нет, его заслипал заяц. И медведь тоже здесь погибнет. Остается Зевс. Зевс дает рассказ. Добивает. Но это еще не конец. Медван-то здесь. У медвана есть форм. Но вот правда больше ничего нет. Сифон это в кулдавне. Возможно, медван зря сюда вышел. Разгон пошел от Пупея. Медван еле живой. Есть там чарж, но его не хватило. Там был толчок буквально на полсекунды. Пупея попытка сделать лепорт. Успеть ли Пупея успевает. Урона не хватило, хотя совсем-совсем немного. Отходит Эбзор. Ну и Эбзор все в порядке. Да, Эбзор мы видим. Купил себе линзу. Линза немножко работает нынче по-другому. Теперь она не дает дополнительный урон способностей. Просто дает каст, ренш чуть выше и все. Ну и соответственно много маны и ман регенерация. Тем не менее, все равно линза у Зевса есть. Но правда и дальше будет Кая с другой стороны. То есть и то и другое возьмет, чтобы и урон способностей был сильнее. Ну, я полностью понимаю вегу в этой драке. У них ситуация такая, что они дерутся под шрайном, напали на темпларку, нужно ее дефить. Я вообще не понимаю секрет. Нету экзорцизма, нету даже зарядов на сифон драка под вражеским шрайном. И они идут сначала убиваться в вегу и потом еще и возвращается медван. Причем самое удивительное, что они сделали это не так уж и плохо. А, и в конце концов у вас медведь фармит радианс. Мы только что об этом поговорили. Он фактически имеет минус 3 600 нетворсов. Считайте, что у медведя не 7 тысяч, а там 3 500. Потому что эти деньги просто лежат пока что мертвым грузом. Очень странно. Очень странно играют секреты. Намечается глобальная драка. Пока выход на центр моментально убивает на эти сталкера. Будут ли как-то отвечать вега? Да, есть ответ. Врывается втерлайф, врывается аллах. Попытка моментально убить дес-профит, дес-профит, должны убить дес-профит. Погибает, погибает Афата. Еле живой Пупеи. Получает Nightmare, не успевая дать Nether страйк в оппонента. Минус 3 от вега. Отличная ответка получилась. Потенциально бы на Рошана какого-то быть. Есть ли медальон команды? Медальона нет. Без медальона. Давайте посмотрим. Это будет не супер быстро происходить. Вот так вот понемножку кушают. Ну вот тампарка приходят. Да, кастомпаркой с Блайтстоуном с Амэлдом немножко становится проще все. Но правда Дезолятора пока нет. Вот был бы Дезолятор, да. Вопросов нет. Без Дезолятора все-таки много времени требуется. Слишком много. Придется уйти пока назад. Решили отступить. Ну, это такое. На Верочку не забираете, поэтому действительно лучше отойти. Опять же, все достаточно хорошо. Ну, Сигрид хотя бы в этот раз медведя не подключали. Он до сих пор фармит свой Радиенс. Но вообще, опять же, атака выглядела очень странно и закономерно абсолютно они получают по голове. Такой врыв в Найт Сталкера подставляются все под Энфест Бомбу. Играют очень неаккуратно. Ты говорил про Линзу, что она работает по-другому, но вот Зевс как раз решил собирать себе артефакт, который мастхэв на нем. Это Кайя, та самая. Вообще, на Зевсе, на Штарме, на Тинкере и на многих других кастерах очень хорошо заходит. Ну, вот особенно для Зевса. который стал больше и, конечно, позволяет ему экономить ману, что тоже очень-очень важно, особенно на саппорт позиции. Артефакт реально приятный, возможно, один из самых сильных. Как раз-таки в этом патче стоит немного, дает слишком много, но посмотрим, что с ним будут делать и будут ли что-то делать в будущем. Тут была попытка атаковать Мидвана, но никто его, никто Зайца не поддержал, год был далековато, по итогу Мидвана отпустили. Штоп у нас по Эйсу, с Эйса все прекрасно. У него есть рецепт на Радианс, есть, в общем-то, и Сагрид уже у Медведя. Достаточно? 18 минуты игры. Топный Этварс у него. Несмотря на то, что себе позволяли Сикриды, ну, то есть обычно, обычно, как играют Сикриды в такой игре, они стараются максимально себя вести сдержанно и делать какие-то там точечные выпады, но малыми силами, понимая, что... Так, Медведь с Радиансом готовится погибать, он еще и выключает форму, прямо по таймингу тут же ему на голову падает 5 человек минус Эйс. Ну и нужно отсюда отступать Сикридам. Хотя, в принципе, они могут сейчас без Эйса просто ломануться в атаку, судя по этой игре, но нет, они все-таки в этот раз трезво оценивают свои возможности. Эйс довольно быстро выйдет из Таберна. Ну, тут смотри, нашли, правда, Сему за Слайера. Получает на Зестрайк, получает просто фулл прокаст и при этом пока живет. Зевс вынужден на этот ультимейт, выбора не было. Значит, слишком много времени бы потратили. Прекрасно видят Аллоху, прекрасно видели годы на Рошане. Подходит сюда Мидван, подходит сюда Дупея, Afterlife рывается, отлично Сайланд сдал, Найт врачу придачу на Мидван, Рошан, правда, стоит Финс Грипп на Дес Профит, нужно его убить очень быстро. Мидвана убивает, Мидвана успели убить и убить очень быстро. Но что будет делать дальше Вега? Фат уходит на Стампиде вместе с обзором УППея, Рошан остается на 1500 хп, обрывается снова Afterlife, попытку убить Зевса, это получается сделать, и Afterlife получает очень крутую прибавку к деньгам, просто плюс 600 золота залетело, ну и год получает, а Егис, команда Вега получает Рошана в свою копилку, получает деньги. Получилось все же, без Лондроида секретом воеваться не стоило, Пупей просветил его всем из-за Слэйра, получает чардж, врывается Фата, и может быть и зря просветил, правда, Слэйр очень плотный, 10 брони, 1120, здорово его не пробить. Не пробить, ну и Afterlife играет как мастер спорта, а команда Secret как второй детский какой-то разряд. Почему, вопрос, почему Мидван не включил свой ультимейт, когда они видели соперник на Рошане, но обычно так всегда делается, включается ультимейт. Хотя, возможно, вот как-то в последний момент его нажать, но Пак нажал свой рифт, и все, на этом все закончилось. Там как раз бы та культа раскрутилась, и могла получиться очень неплохая драка, а в итоге очередная смерть Мидвана, уже, которая по счету... Мидвана критическая ситуация, посмотри, у него нет Юла, вот эта покупка Вейла, это, конечно, круто, вопросов нет, но без Юла в этой игре делать нечего, то есть, просто можно выходить, без Юла здесь, ну, трудно, особенно сейчас. Когда есть Night Stalker, когда есть Пак, когда у тебя есть там ближний фокус моментально, там, того же Лайфстиллера, ты играешь без Юла, непонятно, на что идет расчет. То есть, это пока вот главная проблема, почему Death Profit погибает семь раз за игру, семь раз за двадцать одну минуту неполную, это слишком много, но зато есть Вейл. Начало такое было сумбурное, там еще ладно, но вот последние три смерти, это просто что-то с чем-то. И сейчас, на месте Веги, ну, может кто-то начинать, например, тот же Алоха, и скорее всего, он будет единственным, кто соберет себе Нулифайр, и даже если появится Юл, это не изменит толком ничего, Death Profit просто будет минус герой. Ну, возможно, какие-то другие артефакты будут собирать, потому что на самом деле такая Death Profit, если особенно Мидван будет так играть, она уж точно не представляет никакой опасности. Ну, пока что все еще сохраняет Сигрет какие-то шансы на то, чтобы нормально сыграть. У них, стоит отметить, что у них довольно сильный Зевс, но при этом слабый Кентавр. То есть Зевс, как Саппорт, да, он силен, но Кентавр, как оффлейнер, имеет очень мало. Очень мало имеет мидер. Находит Зевса. Зевс пока еще жив. Нет, все, Зевса забирают. Еще и Пупи подставляется. А если, конечно, есть сегодня Медведь, то тут Фенс Грипп, Спирит Брейкер очень быстро погибает, должен погибнуть по костам в Уле. Попытка была убить Алоха. Алоха, напомню, Бизаегис. Алоха получает корни, врывается. Гот начинает бить одного, убивает одного, можно убивать и второго, погибает и Кентавр. Еле живой Медведь, и сам еле живой Эйс. Он остается один. Ловушка, замедление, до свидания, Эйс. Вот так вот. Все, начинается Снежноком, Секреты начинают просто рассыпаться, Лондруид пока не может вот так вот драться против пятерых. Его очень быстро убивают, но про других игроков я даже не говорю. Ну, в этой драке я, конечно, не могу сказать ничего про то, что сделали что-то не так. Мне кажется, эта драка, она следствие предыдущих драк и вот этого преимущества. Потому что здесь уже просто лайфстиллер слишком сильный, слишком много урона залетает в Дис Профит, а у нее все еще нету Юла на 23-й минуте и 8 смертей. Да, я когда говорил, что Пупей будет много умирать, я, конечно, такого не ожидал от Медвана, от игрока, который довольно стабильно обычно отыгрывает и стабильно хорошо. Ну, в этот раз... Сегодня не его день. Даже на первой карте могу сказать, что все было прям хорошо. Там до поры до времени еще у него там было 7-1-1, но вот на второй он главный какой-то антигерой получается. Пока что... Посмотрим, как Сикреты будут выкручиваться. Ситуация у них, прямо скажем, очень тяжелая. У Веги отличные герои для того, чтобы ломать ТВРА. Но Вега, я вот смотрю на Afterlife, он вообще, по-моему, не собирается отпускать здесь. Очень сильное исполнение. И на Омнике он хорошо сыграл, ну и на Паке он, конечно, прям в самый ненужный момент постоянно появляется. Мидуан. Ну, вряд ли здесь что-то сделает. Ну да, Мидуана здесь не убить одному. Если бы был балансер, все было бы попроще. Но Мидуан, как же он хочет дофармить себе Юл. Вот пачка крипов, Юл будет, и наконец можно будет хоть как-то в драках жить. Манта Стайл появилась у Лайфстилера. Мидуана видят, но вот он врывается. Afterlife, рядом находится, в общем-то, и Год. Разгон на Годы. Ставится Dreamcoil, Death Profit, экзорцизмонет пошли Сифона, Мидуан. Неплохо, пока дерется Году больно. Напомню, Года имеется Аигзов за Иммортал. Год при этом выживает на 17 хп, начинает бить крипов, приходит Алоха в драку 1. Где же помощь для Алохи? Алоха здесь 1, но Алоху никто и не фокусит. Как-то особо пока очень субурная драка. Стамп Лайфстилера, Лайфстилера должны убить. Лайфстилера погибает, погибает, и Сёма. Очень, очень странная драка от команды Вега. Ворвался просто Алоха 1, все остальные почему-то ушли. Ну и вот он Юл в действии от Мидуана, Заяц. Интересная игра, Владимир. Очень интересная игра. Забыли все, что я говорил. Смотрим дальше с нуля. Вот эта драка, конечно, она вернула абсолютно все. Да, и игра интересная с той точки зрения. Знаешь, вот здесь ставки на лайф-коэффициенты, которые плавающие, вот это просто самая интересная игра. Потому что каждый раз меняется все нереально. Только что у Сикретов была из рук вон ситуация, они ничего не могли сделать. Сейчас они убивают трех героев. Как-то входит год, очень неуверенно. Это тот самый фирменный размен Аегиса, видимо, от Веги. Алоха врывается абсолютно один и его избивают. Да, и как раз Бэйн, это не тот пик, где Бэйн способен хорошо подсервить, потому что любой герой, который спит, ему Зевс просто дает верхнюю, нижнюю. Убивает. Ну вот начинает делать нулифайр Алоха как раз то, о чем мы говорили. Все еще все-таки Вега находится впереди и у них хорошая ситуация. Мидвану здесь нужно успеть сделать очень многое, чтобы сопротивляться героям Санкт-Петербурга. Ну а если сейчас Вега соберутся, нажмут качественно Смоук, может быть дождутся Рошана, там у Автерлайфа уже был Аганим, все нормально. То есть все до сих пор хорошо, в темпарке Блэкинбар уже есть, он летит в Курьере. То есть до сих пор Вега идут хорошо в этой игре, уверенно, и могут ее заканчивать в пользу. Да, здесь Кентавру нужно Аганим, Дес Профит, вот Солар Крест и, наверное, ну я даже не знаю, вот против Нули Файра Блэкинбар не поможет. Здесь нужно кому-то собирать Лотус, чтобы скидывать в себя этот дебаф и позволять Дес Профит потом уходить. И у Пака почти Аганим тоже довольно опасно. Сейчас выход от Веги. Сикретом нельзя проигрывать эту драку, если они проиграют. Телепорт, по-моему, заметили. По-моему, заметили. Телепорт врывается Автерлайф, вместо Алоха есть Дремкоэл, Фата убивает моментально. Пупеяна за растракт по году дает год под Блэкинбаром, просто немножко выигрывается время. Мидуана фокусит Алоха, но это выглядит очень смешно. Урона не так много, Мидуана нажимает сифона и стампит байбэк от Кентавра. Для этого и был использован Зевс Ультимейт. Году больно, год до свидания. Алоха еле живой пытается уйти, играя Тармлетом. Но телепорта у него почему-то нет. Тем не менее, Алоху должна отпустить, хотя не факт, Пупей, Пупей Чардж будет дать, но не хватает. Вижена, там на секунду, доли секунды появился Алоха, не успел с предбреки разогнаться и Алоха еще и находит такую вот приятную руну для себя. Регенерация, но в целом ничего приятного нет. Внизу автор лайфа нашли, Чардж, до свидания. Зевс бил, ММТП. Отличный, подсветил Пупей и слишком далеко ворвались. Да, быстро забрали Кентавра, Кентавр все еще в пользу секретов, потому что Лондруид выжил. Мы видели, насколько хорошо себя чувствовал Дес Профит в ситуации, когда на нее не напали первые, она просто раскидала сифоны и ее не пробивает никак Алоха в данной ситуации. Ну и секреты возвращаются в игру еще увереннее, всего 4000 остается. Более того, ключевые артефакты. Очень сильно раскастовывается Зевс. Вот просто его прокаст, его ультимейт и вся команда остается на пол хп. Да, и в целом, посмотри, как Зевс тут нафармил, вот Зевс прям с нулевой минуты он был полезен, он до сих пор остается актуальным. С Кая, с Юлом, с Линзой, уровень 15, броня плюс 40 скорости передвижения. Зевс очень силен. Может быть, где-то в лайтгейме он купит Аганим, например, и это будет тоже очень сильно. Это классический Зевс от Сикрет, он всегда так играется, то есть он как бы четвертая позиция, но ему куча книг отдается, он вообще получает очень-очень многое. Так что, это Пупей у нас побежал на Зайца, но вот уже Пупей останавливается, уже не идет атака до конца, игра приобретает все более какое-то такое здравую картину для Сикретов. Кентаро. Вроде как нападал изначально Afterlife, но вот непонятно идет ли он отсюда, корни просто с первого удара. И сердце. Секс выдает свой тимой, да еще и на Сталкер проблемы, на это про него, но действует он совсем недолго, Слайер пытается уйти, бесполезно. Как все изменилось, буквально, друзья, ну сколько, раз-два, ну 4 минуты прошло, 4 минуты все. Вега из выигранной игры начинает ее проигрывать. Это ведь медведь, он сломает базу очень-очень быстро. Это медведь, это медведь, все верно, это медведь. Это Death Profit, Nether Strike, на Алоху, врыв от Кентавра неточные, разгон на лайфстилера, Зайца, надо дать Финсгрипп против кого-то, Медван получает пока лишь Найтмар, но горит Т-3, горит Т-3 башня, Финсгрипп есть на Медвана, моментально он сбивается, Медван на развороте начинает бить, Алоху вообще беспомощно в этой ситуации, корни прокают по Алохе, Алоху и Сэрфес, нужно попытаться уйти в год, успеет ли уйти, нет, и год уйдет в таверну, видимо, Алоху отправляется отдыхать, господи ты, боже мой, это настолько печально, что вот Вега из выигранной игры, все, они взяли, отдали десятку за 4 минуты, просто 10 тысяч преимущества, возможно, отдают всю карту. Снова врыв, пришел Алохо, Алохо опасно, ой, Алохо-то с Пайпэка, нельзя, 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 надо идти на фонтан, как-то еще жить, игра пока до сих пор не проиграна, наверное. Ну, пока еще нет, пока еще все плохо, но они потеряли сторону 5 тысяч, если дождутся года, сейчас потеряют, может быть, еще 1-2, на месте секретов я бы отошел, это гораздо надежнее, все-таки секрет сейчас чувствует себя гораздо увереннее, очень страшный медведь, который быстро ломает здание, и вот этот вот нереальный Зевс, абсолютно нереальный Зевс, со своими раскастами, Пупей очень классно сыграл, он подсейвил Незерстрайк, увидев, что Найт Сталкера добивают, и потом Лайфстилера смог зацепить, нужно секретам отойти, у них нет ульта Адес Профит, они это прекрасно понимают, они отходят, Вега, возможно, попытаются как-то выйти на Рошана, понимая, что у соперника нет ультимейта, но делать это нужно очень-очень аккуратно, вот он год выходит, ну, теперь, знаешь, вопросы возникают, конечно, ребята взяли Лайфстилера, под пака круто, но вот мы видим ситуации, когда соперник примерно фармит с тобой одинаково, Лайфстилер слишком плохо против Лондоруида, его медведя, ты постоянно стоишь в корнях, против Спиритбрекера, ты постоянно в паше, либо в Незерстрайке, ты врэдж практически бесполезен, ВКонтакте ты реально очень слаб, сейчас вот появились... И Алуха погибает раз за разом, но Рошан падает, хорошо, сыр Аегис есть, там, для года Аегис, для Лайфстилера можно взять сыр, например, ну, да, год вперед Аегис, Лайфстилер берет сыр. Я думаю, Сикреты понимали, что вот так оно и будет, что скорее всего сейчас будет минус Рошан, учитывая, что они все потратили, но опять же, это здравая абсолютно реакция, без ультов не идти даже на Рошана, потому что там можно отдать и Рошана, и еще всю команду, сейчас проще дождаться ульта, все равно преимущество за ними, у них сильные артефакты, у них Кентавр теперь с Аганимом, и зафокусить их будет сложнее, вот как раз даже Нулифайр, если повесят на Деспрофит, которого, кстати говоря, нет, потому что Алох очень много раз убили за последнее время, можно будет как-то подсейвить ультой Кентавра, ну и то, что ты сказал, еще на стадии драфта было, это ясно, Медведь и Спирит Брейкер против Лайфстилера будут очень хорошо смотреться, выход за годом, но отменяет разгон, Медуан здесь, и, кстати, это шанс, но правда нет, слишком близко, и Кентавр, и Спирит Брейкер, там еще и Стампит, и сверху, и Вега в панике отходят назад, страшно, слишком опасно, тем более, Зев всегда на дистанции может помочь еще ультимейтам, не решили не рисковать, и это не конец, Зевс, верхнюю, Бейн, уходит на Форстафе, разгон от Спирит Брейкера, пойдет ли так до конца, нет, не стоит, не стоит, надо бежать, Зевс, под барабанчиками, от Спирит Брейкера, отходит назад, врывается, неплохо так, Afterlife, но тут моментально Юла от Зевса, Dream Coil действует, Зевс ультимейт, Зевс погибает, Пупей врывается на Алоху, выигрывает немало времени, Кентавр, пока пацан, самот Найсталкер, отличная работа была, ну и Заяц отходит назад, Алохо аналогично, ну и начинает грызть медведь, корни, прокают, пытается Годку что-то на развороте сделать, но бесполезно, убивает Аэгис, Death Profit, еле живая, Death Profit, наконец-таки смогли убить, Afterlife, пока по дизейблам, Слэйр пытается улететь, на Hunter's Enight улетает, и тут само за Слэйр, Пупей не факт, но, разумеется, не без помощи Аэгиса, да, вот он, Fight Recap, Зевс умер самым первым, поэтому так мало урона нанес, хотя для саппорта, который почти сразу погиб, 1700 урона, это тоже очень-очень много, тут драка-то продолжается, Фата погибает, еще и Мишку можно забрать, ловушка взрывается, Мишка под замедлением, и медведь должен погибнуть, давайте посмотрим, еще одна ловушка, Арба, Арба очень быстрая, пак взял талант на уровень 20, но они убили еще медведя, все же вега не сдаются, после вот такого сокрушительного поражения в драке на нижней линии, вега продолжают играть. Вот это была очень хорошая реализация Аэгиса, и очень грамотно они смогли эту Death Profit зафокусить в определенный момент драки, все-таки медван уже гораздо прочнее с этими артефактами, с Solar Crest, хотя бы даже с одним Solar Crest, он стал гораздо живучий, и не боится идти вперед, зайцу стоит аккуратнее быть со своим слипом, потому что иногда начинают фокусить Death Profit, в этот момент влетает слип, и она просто стоит, и ничего не сделает. Очень коварный Нетмар. Ну, вега в игре, вега все еще в игре, мы прекрасно понимаем, что они лишились нижней стороны, тем не менее играют. Пупей огромный объем работы проделывает на Spirit Breaker, если посмотреть все драки, он чарджем расталкивает постоянно всех героев, и при этом часто цепляет темпларку в БКБ, и Lifestealer в рейдже. То есть это тот самый контроль, который очень-очень важен. И у Lifestealer появляется после этой драки нулифайр, вот сейчас появится. Сейчас посмотрим на этот артефакт в действии, как вообще будет себя чувствовать Мидван. Я думаю, что он будет главной целью против этого артефакта. И нужно задуматься о каком-то подсейве сейчас. Афтерлайфа просветили, Мидван, Юльчик, но вот Пак этого не учел. Афтерлайф про это забыл, при этом пытается на арбе уйти. Как видите, арба очень быстро, Афтерлайф улетает очень далеко, но тут снова ебзор. Но это Пак. Герой крайне живучий. Все, больше ультимейта Зерсонят, и Афтерлайф уходит. Да, новая арба дает возможность уходить очень далеко, будь это старая арба, его бы там еще могли подцепить, но вот две новых арбы, и он практически на полкарты улетел. Правда, сейчас чуть его не... Его нашли. Ладно. Нет, нет, уходит. Shift. Три арбы, и он уже здесь. В этот момент Заяц в атаке где-то расставляет варды. 27-27 счет. 35-е минуты игры. Тут, конечно, очень многое зависит от следующей драки. Нету Аегиса, сейчас, поэтому нужно играть аккуратно. Купил себе Spirit Vessel Сема. Нулифайр появился у Лайфстилера. Ну, это очень, кстати, сильно. Spirit Vessel взять против то же самое Death Profit. Это может прям решать драки. Это полная контракт. Медуан почти не будет регенерироваться. Артефакт пока недооцененный, но вот урна апается, и ты начинаешь реально быть полезен. Бедный Медуан, как же его... То есть, фактически, он сейчас собирает себе Актарин, но Актарин тоже частично не будет работать. Ну, вот он Медуан приехал, походу. Есть у него Хаста, есть у него Юл, он пытается уйти. Вот, вот он как раз-таки работает на Лифайр, Медуана бедного пинают, Медуан погибает. Вот так вот. Вот так оно бывает. Жизнь несправедлива, но как есть. Нулифайр сразу минус Хаста, и ты не можешь уйти в Юл. Там еще и Дримкоил, соответственно, дали, чтобы он на Хасте... Точнее, он вообще никак убежает даже на своих двух. Просто... И все, конец. Мишку мог зацепить. Ну, Мишка сам очень силен, пытается сделать телепорт авторлайв без Юла, но зато есть рядом. Бэр. Съедает, правда, на Сталкера. Того стоило, того стоило. На Сталкер дал войт, у нас был телепорт, но дальше уже было неважно. Тут параллельно Фата и Взор встает на шрайне. Прекрасно Алоха все видит. Алоха так идет, как будто готов двоих убивать. Притом, опять же, Алоха прекрасно знает об этих игроках. Прекрасно. Он типа разводит, да? Окей, развел. Развел. В стиле Алоха. Фата отходит назад в итоге, но Алоха фармит дальше. Тут рядом авторлайв, у него нет пока дримкойла, немного не хватает совсем по секундам. Так бы можно было бы сейчас еще одну драку начать, там развести на те же самые выкупы. Не получилось. Но Алоха заходит на хайграунд, еще один рейд, шоппинг волн, Фата, Стампид, только-только появляется, моментально используется. Нулифайр есть, толку от него нет. Ну да, после Стампида тут уже ничего не поделал. Да и до тоже, потому что Сайланса нулифайр не вешает. Иначе это был бы имба-артефакт, на мой взгляд. Ну, отбились Сикреты, не потеряли хотя бы сторону, но все равно достаточно неприятная ситуация вот после такого подфида. Теперь они уже чувствуют себя не так уверенно. Хотя все еще Вега играют без стороны. Я бы сказал, на самом деле достаточно равная игра идет. Просто немножко Вега чувствует в себе силу, чувствует инициативу. Ну вот смотри, Афтерлайф и не один с своим товарищем. Афтерлайф врывается. Неудача Стамп Афтерлайф. Ой, господи, ты боже мой. Жив, Зайц, Пак пока живет. Пока живет. Алоха-то врывается и спиртбрекера бьет, но этого не хватает. Надо Алохе отойти назад. Гот все это время просто пенал башню и в целом получилось неплохо. Знаешь, они так нехоти развели. Сами того не знаю. Пак тут просто погибает Адзевса. Немножко не рассчитал свои силы. Попытка уйти Году Алохе и Слэйру. Сема, видимо, отсюда не уйдет. Хотя он очень быстрый. Ну, тут Стампит. Да, не по шансам. Не по шансам. Да, и опять в другую сторону разворачивается драка. Ну, конечно, не совсем я понял, зачем поднимали Зайца... Ой, Зайца. Афтерлайф в Ю Секреты. Это только выиграло немножко времени для него. Но по итогам все равно Зевс отработал, добил ультой. Потеряли двух героев, но сейчас нет ультимейта. Нельзя идти очень далеко вперед. Нужно как-то либо развести на байбэк, либо просто сыграть аккуратно. Пупей чекает Рошана. Пупей как раз делает все максимально верно, потому что сейчас очень опасная ситуация. Кажется, что вот вроде бы 3 на 5, но два байбэка и без ультимейта Секреты. Без ультимейта Деспрофит. Правда, медведь... Но Мишка пока грызет, хотя урона. Посмотри, сколько у него мало урона. 55 минус 35. Да, это инфибл. Это инфибл, прокачанный в 4. Извините. Башар теперь урона не дает, поэтому на вышку он тоже не прокает. В общем-то, здесь такая... Да, по факту только Рейдинс дает такой прям прямой урон. Плюс 65. Все остальное урона и не дает. Рошан. Тут лежит интересный камешек. Рефрешер Шард. И... Там уже Кентавру либо Деспрофит. Это вы сами понимаете. Ну, Деспрофит, наверное, оптимально будет. Так, окей. Кто забирает? Да, забирает Деспрофит себе. Рефрешер Шард. Два ультимейта. Пак закидывает арбо. Автерлайф рывается. Дает... Дает Рим Койл по-троим. Рывается Год. Попытка убить Кентавра. Кентавр еле живой. Кентавр погибает. Проблема у Мидуана. Мидуана еле живой также. Мидуан поднимает себя в Юл. Слэйер на Хантера Занайт улетает назад из драки. Мидуан под Стампидом. Сифон раз-два дал. Пока живет, получает Финс Гриф. Но никто, никто абсолютно не бьет Мидуана. Нужно, чтобы вышел Год. Год начинает бить. Мидуан остается на один удар. Мидуан погибает. Ну и проблемы у Года. Год также погибает от рук Эйса. Фата в погоне за Алоха. Алоха пытается уйти. Немножко использует свой армлет, дабы продлить свое время жизни. Руна удачная. На секунду подумал, что он ее не заберет. Но все-таки забирает. Отсюда убегает. Был байбэк, да, если я не ошибаюсь? Был байбэк от Кентавра. И тут еще Автерлайф. Чарж. Автерлайф погибает. Автерлайф забирают. В итоге неплохой размен получается. Как я понимаю, остался Аегис. Да, Аегис Солон Друида. Но, не знаю, Фата вот прям на себя не похож. Это не тот Фата, которого мы привыкли видеть. Потому что у него был сыр. Этот сыр он не успел нажать. Хотя там было время. И он на Форстафе убился. Абдрим Койл, если можно так сказать. Мидуана также подсейвить не удалось. Но рефрешер шард сохранили. Это довольно важно. Потому что теперь два ульта Деспрофит. Вообще, на мой взгляд, довольно сильно смотрелась комбинация Аегис на Деспрофит. И шард на Деспрофит. Вы отдаете ей Аегис. Вы отдаете ей шард. Если ее убивают каким-то образом, то она, когда резается, опять может подрубить свой ультимейт. Ну и опять же, на мой взгляд, Деспрофит здесь это цель номер один. Медведь, тем более Саганима, в Аегисе не нуждается. Я бы сказал, с умону отдать Аегис. Ну как же быстро падать шрайн? Посмотри просто в секунду. Один медведь. И ты не можешь это контролировать, пока он друиды. И правда, есть Саганим. Все. Шрайна нет. Буквально в секунду. Он пал. 32-32 на 41-й минуте игры. Такое вот противостояние. Притом, посмотрите графики. Была десятка за Вега на 23-й минуте. Все. По факту ребята могли заканчивать игру к 30-й. Но мы помним, что произошло. Резкий переворот. И вот сейчас в итоге график плюс-минус в нуле находится. У Лайвслера почти есть Кираса. Можно уже поговорить о талантах на 25-м. Начну с пака. Наверное, это самое интересное. Здесь я не думаю, что это будет пак-пулеметчик, учитывая его таланты. Это не пак, который бьет с руки. Таланта на урон нет. Я думаю, что взять золото будет логично. Золото мало, да. Потому что от Dreamcoil, который будет выдавать урон в каждого героя, в этом нет смысла. Урона слишком мало. Если бы у него был талант, были какие-то молнии, чего-то еще, тогда да. Но здесь я не вижу особо потенциала выходить в этот талант. Бешеный Spirit Breaker с вот этим вот чарджем ускоренным. О, да, это жесть. Ну и все. Бейн не успевает дать ничего, получает баш и отправляется отдыхать на 68 секунд. Мне интересно, как Кипс вообще после таких игр... Ну, как вообще разбор проходит таких игр. Мне кажется, после такой игры Кипс может зайти в комнату с огромной тетрадкой и сказать, ну, у нас есть вся ночь впереди, сейчас мы будем разбираться, что же в этой игре произошло. Потому что для разборов здесь масса моментов. Тем временем, нету у нас зайца, и медведь заходит. Да, это не БКБ, это замечательный батл край. Это суперталант на 25-м, да, о котором мы еще не успели поговорить. Но Бейн выкупился, инфибл повесил, без инфибла тут и правда очень трудно. Инфибл реально останавливает весь этот пуш от команды Secret. Простое, но гениальное решение сделать вот этот талант. Потому что Медведю зачастую приходилось собирать БКБ, чтобы он мог вот так вот подходить и бить вышку просто на 10 секунд. Он включал БКБ и только и делал, что бил вышку. Здесь это заменяется талантом, и он будет продолжать осаждать. Но не будем забывать, что нету байбэка у Кентавра. Поэтому также стоит быть аккуратным. Кентавру нужно не подставляться. Он, кстати, забрал себе все-таки рефрешер шард, и решает сыграть через два ультимейта. Но это тоже... Соганим им ультимейта, да. Это может тоже повлиять. Но может очень передаст, посмотрим. Мидуан пока нажимает экзорцизм, врывается авторлайф очень криво. Очень криво, алоха, получает моментально просто чарж, нажимается в ультимейт, пытается грызть Мидуана, Мидуан получает финсгрип, но его никто не вкушит, все очень криво. Все очень криво, нажали вега. Просто все кнопки не туда, дремкоил стоит авторлайф, но в этом тоже по-моему смысла нет. Мидуан просто подходит к башне, врывается опять Пупей, просто на огромной скорости. Но на топ-пейс уже пытается грызть бараки. Да, очень с одной стороны тяжело было инициировать, с другой стороны классно сыграли здесь Сикреты, и в частности Пупей начинается драка, медведи моментально съедают, нужно вызывать нового, вызывает нового. Есть рефрешен шард, и есть еще одна ульта Кентавра, как же под ней живут. Выбивают Аегис, но... Алоха, если Алоха умрет, то возможно конец. Алоха без байбека, только два игрока команды Вега защищают базу. Но подожди, пока убивают Кентавра, разгон на Агода, Гот, Гот, без рефракшена, Гот, нужно бить на развороте, хоть как-то он получается, Алоха пытается уйти, нет. Отсюда уже не уйти, погибает Гот, это действительно похоже на конец. Гудгейм, Велплейт, прописывает Савец, и это ничья в этом матче 1-1. Матч крайне странный, он реально необычный, вот эти вот перевороты, вот этот выход.